А сейчас мы расскажем, что за многофункциональный центр открылся в Заветинске и где появится бесплатная школа футбола. Рубрика «Новости короткой строкой». В одной из школ Магдагачинского района директор и учитель информатики привлечены к дисциплинарной ответственности. На компьютерах, установленных в классах, не было защитного фильтра от сайтов, которые могут навредить детям. Школьники получили доступ к интернет-ресурсам и социальным сетям, на которых содержалась информация о способах самоубийства. После вмешательства прокуратуры в компьютерном классе установили контент-фильтр «Интернет-цензор» для защиты ребенка от информации и пропаганды, наносящих вред его здоровью и нравственному развитию. В свете прокатившейся по России эпидемии подростковых суицидов, правоохранительные органы просят обратить особое внимание на аналогичное программное обеспечение для компьютеров во всех школах. В Заветинске открылся районный многофункциональный центр, предоставляющий услуги в режиме одного окна. В центре можно оформить недвижимость, земельные участки, заключить договоры купли-продажи, оформить свидетельства для получения соцвыплаты на приобретение жилья для молодых, поставить детей на учет для зачисления в дошкольные учреждения, изменить фамилию и имя ребенка. В рамках программы «Электронная преамурья» на создание этого центра ушло около 600 тысяч рублей. Сейчас жители города и района могут получить в центре более 20 услуг, а в будущем – до полусотни. Подобные центры уже открыты в Благовещенске и Ивановке. В Белогорске откроется детская школа футбола. Она будет расположена на стадионе «Амур-Сельмаш». Планируется, что тренировки начнутся уже в апреле этого года. На сегодняшний день сформирован тренерский штат и закуплен весь необходимый спортинвентарь. Кстати, как заверили в Белогорском управлении по спорту, количество групп будет зависеть от количества желающих, то есть число мест не ограничено. Обучение в школе футбола для детей будет бесплатным.